Ну а как ты вообще думал, чем это все может закончиться? То есть ты понимаешь, что там деблокады не будет, все это все, что про экстракцию? Да, все рассчитывали на грамотное общение Рэддиса с оппонентами снова же. Потому что мы вообще все завалили, когда узнали, что Рэдис ходил лично общаться. Хотя, ну, как это? То есть это огромный шаг был с его стороны, как минимум. И хорошо, что он там жив остался и все остальное. Это была его инициатива? Я не могу сказать, этого не знаю. Ну а какие-то ты слышал? Да, я слышал слухи, что он посылал ни одного, ни двух человек, и эти люди просто мямлили. Ну, то есть они не могли спокойно общаться, не могли стоять на своем, не могли утверждать какую-то точку зрения конкретную, удерживать ее. Ну и Рэдису пришлось самому это делать. Мы думали, что обмен каких-нибудь летчиков или кого-то еще, потому что ну все, мы уже замкнуты были на Азовсталь, Азовсталь давился, и его не штурмовали, очевидно, чтобы поменяться. Им это было выгодно. Потому что там уже людей мало осталось, они тоже не хотят там двухсходиться на ровном месте. Мы просто ждали и думали, что да, скорее всего сейчас договорятся, либо обмен для блокады там уже и не пахло, потому что там уже другие направления начали страдать. Ну, либо уже добьют спокойненько нас, да и все, самолетиками. Они же там вообще, там курсанты уже, наверное, летали, развлекались.